Царю небесный, утешителю души истины, И живи с детства, и вся исполняй сокровища благих, И жизни подателю принеси лица вны, И очистины от всяких скверны, И спаси блаже души наши. Господи, воля у Тебя, благослови наши занятия, Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сегодня 15 февраля 2019 год, И мы продолжаем занятие по изучению пособия Евангелия от Марка. Евангелие от Ана, 15 глава, 5 стих. «Я есть молоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, Ибо без меня не можете делать ничего». И вот следующие два вопроса, на которые сейчас попробуем найти ответы. «Чего не хватало? В чем Иоанн видит великое преимущество Христа над собою?» Пожалуйста, желающие поактивней, отвечайте. Вот два вопроса. Можно с места без разрешения. «Нам не хватало соединения со Христом. Не хватало». Но эти два вопроса взаимосвязаны. «В чем Иоанн видит великое преимущество Христа над собою?» «Мы же в Марка приходим, там начинается повествование, что Иоанн в пустыне проповедует о Христе. К этому все и подводим». «Там не было прощения от грехов Иоанна. Там он указывал на грехе, а у Христа прощения». «Так. Еще, пожалуйста». «Еще, пожалуйста». «Ну вот, дальше». «Иоанн знал, что Христос – это Агнец, который возьмет грехи на себя. Вот в чем отличие. Он знал его. «Так как же не было покаяния? Он же говорил, сделайте достойный плод покаяния». «Нет, одно дело покаяния – это взять грехи на себя». «А, то есть прощение, а, сделай прощение». «То есть смысл, допустим, человека осудили на смертную казнь. Да, он кается, он говорит, я больше никогда не буду убивать, но его осудили, его приговорили к высшей мере, расстрел. А кто-то бы другой появился и сказал, меня расстреляйте, а его выпустите. Иоанн этого не мог сказать. И он всем говорил о Христе. «Вот этот человек, который берет на себя грех мира, не только мира, но и мой грех, твой грех, каждого». «Полосит». 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 Еще, пожалуйста, подключайтесь поактивнее». «Полосит». 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 «Ну вот дальше-то те же видите? Дальше-то у нас вот идет, кто-нибудь прочитайте отличие Иоанна от Христа. Евангелие от Марка 1.8 Я крестил вас водою, Иоанн говорит, а Он на Христе будет крестить вас Духом Святым. И третий вопрос, связанный с первыми двумя. Когда Христос крестил Духом Святым, уверовавшим в Него. В Сионской горнице. Да, Он же и Духа Святого давал, и апостолам, как они ходили проповедовать. И двенадцать, и семьдесят, как Он отобрался, что же они ходили. Как они пришли, говорят, нам и эти повинуются все. А Он же им говорит, да не радуетесь, что вам бесы вас слушают, а радуетесь, что вы записаны в книге жизни. Это же Он же им дал Святого Духа, что же? А то, просто никуда не денешься. Так. Значит, все в Годнице, и еще апостолов крестил, и семьдесят. И у нас при крещении. Что? И в нашем крещении мы тоже получаем, ну, не обязательно в крещении Духа Святого. После покаяния. Это и нас теперь, вот следующий вопрос задается. Ну, это Ольга ответила. Касается, еще как касается. Читаю следующее, Деяние 2.39. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. О каком обетовании речь идет? Здесь, в Деянии, 2 глава 39, стих. Ну, кто поверит, покается, крестится, и жить будет благочестиво, и Царство Небесное будет наследовать. По заповедям Божьим, жизнь, если всю свою жизнь проживет. А самое главное, конец жизни. Этой нашей временной. То есть вы хотите сказать, что шло о Царстве Небесном, да? Ну, правильно, если это о Царстве Небесном, так и с ним разобраться. Ну, давайте отрываем Деяние 2.39. Да и прочитаем. Деяние, 2 глава, там как раз в самом начале говорится о сошествии Духа Святого. Давайте, пап, немножко... Либо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Так. Кто сказал, когда сказал, кому сказал и зачем сказал? Кто? Деяние кто написал? Дальше, вот 38 стих. Петр же сказал им, Петр им, кому им? Впрочем, апостолам, вот 37 стих. Что нам делать, мужи и братья? Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Ибо, вот слово ибо, это как бы вывод из вышесказанного. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. То есть, впереди речь идет о получении дара Святого Духа. Значит, это было обетование. А когда? Это было обетование. Через кого именно? Кто может вспомнить? Через правца Авраама? Погромчивай. Через Авраама? Через Авраама? Что Через Авраама? Он Аврааму что обещал? Что потомство будет, как песок морской. Потомство, как мирской, как потоковый. Песок морской. Да. Вот. Но не о Святом Духе же там обетование было. Нет. Какая связь между потомством и даром получения Святого Духа? Обетование – это обещание Царствия Небесного и вечной жизни. Но при условии, что мы будем исполнять все, что Он нам велел. То есть, наш договор с ним. И будет, что из Лиюна всякую плоть. Где это вспоминайте, сказано? Кто может вспомнить? Духа Святого. На прошлом занятии, по-моему, читали. Если память не изменяет. Так. Ну что. Разобрались. Обетование было. Бог обещал излить Духа Святого. И Иоанн об этом говорит, что я крещу вас водою, но придет сильнейший меня, который будет вас крестить Духом Святым и огнем. Так. Фу. Так. Игнать Тихонович. Что? Дальше читать или что-то еще можно? Пойдем. Вопросом. Слышите меня? Нет? Не слышит, наверное. Это, Сергей, так это обетование, это шло речь о Святом Духе, не о Царстве Небесном, да? Ну, а давайте разберемся, в чем разница обетования Царства Небесного и обетования Святого Духа. Кто может разницу объяснить? Да, пожалуйста. В Царство Небесное... Не попадет тот, кто Духа-то Святого не имеет. У кого не было рождения духовного, тот и не наследует Царство Небесное. Духа Христова не имеет, тот и не его. Молодец, Ольга, да, хорошо подметил. Да, молодец, да. А теперь... Так... Ну, что, брат? Владимир, хочешь что-то сказать? Подошел, микрофон включай. Иоиль, вторая глава, 28 стих. Зачитай. Ну, сказал надо, читай. Что ты, Иоиль? У тебя же есть цитата там? Фу! Смотри, что словены, ты гляди, как ты стоишь. Ну, я где-то вон стою, застыл. Сокроники-то, блин. Найдите Иоиля кто-нибудь. Вторая глава, какой, Владимир, стих? 28. Иоиль, 2, 28. И будет после того, излью от Духа Моего на всякую плоть. И будет ворочество цены вашей, и дочери вашей, старцам ваши будут сниться сныль, и юноши ваши будут видеть видение. И вот. Ну, вот. appointments. Какая? Такой,ability. Накую. Продолжение следует... 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 зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность и от опытности – надежда. Зачем Христос крестился у Иоанна? Ну, здесь, наверное, вопросительный знак, точка. Чтобы явить себя народу. Исполнить закон вроде бы написано. А, да, чтобы исполнить закон, чтобы угодить им же, то есть людям. Почему? Потому что, видите, они же на Иоанна кричали «Он не ест, не пьет, в нем без». А потом Иисус пришел, не ест, не пьет и тоже без. То есть им же не угодишь. Это чтобы соблюсти закон, чтобы не было докопаться, чтобы все было хорошо. Угодить – очень странное слово по отношению к Богу. Не нарушить закон, а исполнить пришел Христос. Ну да, исполнить закон. Хорошо. А где в законе было написано, чтобы ходили к пророкам и подстались в воду? Что, тишина? Я не понял, где написано, что надо принимать крещение водное или еще? Ну, вы говорите, что Иисус крестился для того, чтобы исполнить закон. Я спрашиваю, где в законе написано, чтобы приходили и крестились в воде? Тишина. А, ну да. Там написано не закон, а исполнить всякую правду. А вот какую правду, об этом нам сейчас, наверное, Владимир хочет поведать. Нет? Залубался. Я думаю, ты пришел такой с книжкой, думаю, сейчас что-то умное такое скажешь нам. Зачем крестился Христос? Ведь он же Бог, он безгрешный. Зачем ему омывать грехи? Зачем ему вкаяться в крещение? Для прощения грехов. И Иоанн призывал к покаянию. Потому что этому надо было. Он нам показал, он показал нам, как нам должно поступать. Да. То есть своим примером. То есть он проповедовал и словом, и делом. То есть мы, христиане, последователи Христа, должны следовать его стопам. Владимир, пожалуйста. Прочитаем толкование лучше, блаженного февелакта. Матфея 3 глава, 15 стих. Но Иисус сказал ему ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду, когда Иоанн допускает его. Толкование. Теперь, говорит, уступи. Будет время моей славы. Но теперь я не обнаруживаюсь. Правду называет закон. Человеческая природа, говорит, подверглась проклятию, потому что не могла исполнить закона. Посему я исполнил все предписания закона. Остается одно, то есть креститься. Совершив это, я освобожу человеческое естество от клятвы. Это мой долг. Иисус крещается, будучи 30 лет, так как до этого возраста человек совершает все грехи. В первом возрасте преобладает неразумие. Во втором, юношеском, сильный пыл, похоть и гнева. А в 30 лет, когда человек делается совершенным мужем, любостяжанием. Таким образом, Иисус выждал этот возраст, дабы во всех возрастах исполнить закон и очистить нашу природу и подать нам силы побеждать страсти. Все. Конец толкования. Аминь. Еще дополнить можно. Пожалуйста. Феофилак Болгарский тоже пишет, что чистый крестился, чтобы нас омыть и показать нам, что если мы желаем креститься, то должны сперва очиститься, чтобы не осквернить крещение. Легко после этого погрязая в грех по худой привычке. И еще тут я прочитал у Ираклия Илария, святого Илария Пактивийского, что он крестится, ему должно было осветиться очищение в водах нашего крещения. Он еще освещает вообще воды орданские. Вот еще такой момент. Уже сейчас не выведу, наверное. Брат, а какое место описания второе? Было вот Матфея третья глава, 15 стих, и там второе место описания. Какое у тебя указано? Так, тут 13-14. Филиппийцам вторая глава, 6-7 стих. Ссылка даже не зря дается. А, она здесь указана уже. А, вон там. Ну, давайте. Да, вот здесь почему-то Матфея, третья глава. С 13-го по 17-й. Это ты сейчас, Володя, прочитал, да? Ну, я только 15-й прочитал. Ну, тебе не трудно с 13-го, давай, чтобы прям ясную картину. Да, сейчас прочитаю. Когда же они отошли, все ангел, Господень... А, это третья же. А я же читал как раз 13-й и 14-й стих. А, ты читал, значит. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Вот 16-й и 17-й продолжит. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И все отверзли с Ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь, и не спускался на Него. И всех глаз небес глаголища. Все есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Можно толкование сразу прочитать? Надо, нет? Давай. Толкование блаженых филактам. Адам заключил их, а Христос отверзает. Дабы ты знал, что и ты отверзаешь их, когда крещаешься. Сходит Дух во свидетельство того, что крещаемый больше крещающего. Крещаемый с большой буквы. Иоанна иудеи почитали великим, а Христа не так. Все видели, что Дух сходил на Иисуса, дабы не подумали, что голос «Сей есть Сын мой возлюбленный» относился к Иоанну. Но чтобы все, видя Духа, уверовали, что сей глаз относился к Иисусу. Сошел в виде голубя по причине неизлобия и кротости голубя. Притом голубь есть самая чистая птица. Так что он и не садится там, где есть нечистота. Так и Дух Святый. С другой стороны, как при Ное голубица возвестила прекращение потопа, принеся масличный лист, так и теперь Дух Святой возвещает разрешение грехов в виде голубя. Там лист масличный. Здесь милость Бога нашего, в котором мое благоволение, то есть в котором я успокаиваюсь, в котором милости. Все, конец толкования. Дальше нам дается ссылка от филиппийцев, 2 глава, 6-7 стих. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». То есть вы должны четко это себе уяснить. «Почему мы православные исповедуем Троицу, единосущную и неразделенную?» То есть вот этот стих, то есть Иисус Христос, Он не почитал хищением быть равным Богу. То есть Он, как бы говорит, «Я и Отец одно». То есть ничего здесь, то есть... Но в то же время, то есть Он, как Бог, уничижил себя самого, приняв образ Роза, сделавшись подобным человеком по виду став как человек, то есть воплотился в человеческую плоть Бог. Евреям, 2 глава, 17 стих. «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа». Сергей Евтушенко. «То есть Христос исполняет повеление Бога, изреченное через Иоанна для людей. А так как Он человек, то и на Него распространяется это повеление». Вот такая мысль. То есть Он показывает, что Он тоже стопроцентный человек. Да, то есть Иоанн не противоречит, вот как бы, раз Иоанну Бог повелел глаз вопиющего в пустыне, «Приготовьте путь Господу». Он проповедовал покаяние и крещение всех людей призывало. Люди приходили и крестились для прощения грехов. Но нужно тоже себе усвоить, что в Иоанновом крещении прощения грехов не было. То есть, Он готовил стези, пути, читали сердца людей, чтобы они приняли Христа, который может простить им грехи. Прощать грехи может только Бог. Ни Иоанн не может грехи прощать, ни Батюшка на исповеди нам грехи не прощает. Он говорит, «Властью данную мне от Бога прощают вся тебе грехи». То есть, не я прощаю тебе грехи, а властью данную мне от Бога. Потому что Христос дал такую власть, кому престите грехи, тому простятся, кем простятся, но мною, Богом, не Батюшкой. Но Батюшка здесь, буфер такой стоит, условие, если он не простит, то и Бог не простит, если Батюшка простит, то и Бог простит. Поэтому священники, мудрые, они в зависимости от... Они должны чувствовать души людей, как они искренне каются или неискренне. Накладывайте пятимью в зависимости от содеянного греха, кому там три года, кому два, кому десять, там за аборты. А у нас сейчас вот такая вот экономия, вместо десяти лет отлучения от причастия, там, десять поклонов, ну, совершенно не соразмерно. И при такой пятиме человек не может ощутить всю тяжесть этого содеянного греха, не то убийства. это и понятно. Получается ли то, что сектанты крещены Иоанновым крещением? Ну, как бы мысль, тоже мне, как бы, такая, и импонирует, что ли, да, можно как каким-то образом сравнить с Иоанновым крещением. Что да, обряд совершенный, в воде они очистились, но прощения грехов нет. А почему нет? Потому что они не приняли вот эту власть, данную от Бога, кому простить, и тому простятся. Священство отвергается. Сектантов, а ничем от истинной православной церкви отличается, что они не признают священство, как институт. Им не нужны, у нас один посредник, говорит, все, зачем мне святым молиться, зачем мне батюшке, который, я вот Богу помолился, он меня простил. Но Бога на этот счет совершенно другое решение. Он дал власть прощать людям согрешения их. Именно именно особенным людям. непростым. Пустите меня, пустите, кричит постоянно. Велый кричит постоянно. Ничего? Главное, чтобы у меня собаки не услышали этого мяуканье, а то сейчас будет нам. Все занятия сорвутся. Так, в какой связи стоит крещение Иисуса с началом его всенародного служения? Вот очередной вопрос. желающий, пожалуйста, на эту тему. То, что он показал себя народу и получил благословление от Бога Отца, что это Сын Мой возлюбленный. Да, и народ это слышал, и теперь уже, как говорится, раз сам Бог его поставил, то мы должны Его служить, то есть всей Сын и Его служить, в Днем Мое благоволение. Да, слышали, и и и нигде, как на в моменте крещения, ну, как нельзя лучше можно было вот как раз это все исполнить. Да, явление любим. А все понимают, кто на занятиях, о чем речь? А то, может, многие не знают, что Дух Святой сошел в виде голубя и так далее. Да, я же только сказал, что и голос, то есть и ушами, и глазами же видели. Да, вы это сказали, а тут люди сидят, может, они не знают, о чем речь. Мы так коротко говорим, что вот зашел там и Бог сказал, может, люди первый раз вообще слышат, может, прочитать стоит место, где он крестился. Понятно, понятно, так пусть же говорят. Так вы же говорите, что вам все понятно постоянно. Да, тихо, пожалуйста, тогда тихо. Так, а мне? Микрофон включайте, говорю. Обратить надо внимание на следующее. Микрофон включите. Сейчас слышно? Да. Надо обратить особое внимание на то, как первые христиане смотрели на крещение Господне. Вот у нас сегодня встретение. Праздник какой? о чем он праздник? Сохранилось передали не в Писании, что вот переводили на греческий язык еврейские переводчики, 72 человека, перевод септуагинта, и вот один не поверил, что там дева родит, решил переправить на молодая женщина, ангел сказал, не умрешь, пока не увидишь. Это когда Александр Македонский от чрезмерно выпитого вина умер, то государство его разделилось на четыре части, о чем было пророчество Даниила сказано. Когда он проходил через Зарусалим, его встретили первосвященники, хорошее отношение бы, говорят, а про тебя у нас в книгах сказано, где сказано? Говорят, Даниила, ты козлом назван, вот сегодня козлом, назови президента, то обидится, пойди. И он вовно победил, то есть персидского царя победишь. И вот разделили Африку, захватил Птоломей Пелодельф. Он был там, как на той местности, главный, поставленный Александром Македонским-то. И он провозгласил отдельную часть империи, она на четыре части разделилась. И он решил в Александрии библиотеку создать. Она до Мамлюков была самая большая в мире, очевидно. А те, когда захватили, все разграбили, сожгли. Все свитки, все. И вот здесь мы должны посмотреть Сретенье. Один из перевозчиков не поверил, звать Симеон, 240 лет примерно, примерно все так это. 260 лет там. Ну и лет 40 было, то считай, 300 лет он жил. Уже умерли внуки, правнуки, он все живет и живет. Господь сказал, не умрешь, пока не увидишь. И это считается праздником. Событие какое сегодня? Двунадесятый. Этот праздник приравнивается к крещению, к Рождеству Христову, к Благовещению. В чем он приравнивается? Там Архангел возвестил великую радостную весть, она защитит. Что сегодня возвещать? А вот с Кретенье, с чем, с кем встретился? С младенцем Иисусом. По человечеству тот ребенок еще и не понимал. По человечеству, если. И вот одинаковые 12... А были эти праздники в первом веке? Да их знать никто не знал. Их в восьмом до десятого века никто не знал. А как праздновали? Был один праздник. Это надо очень хорошо понять. Праздновали только один праздник Богоявления. А почему? Это начало всемирной проповеди. Корень-то в этом. Мы не проповедуем, не благовествуем, поэтому нас и душит враг со всех сторон. Первое было так. Это крещение. А его взяли, присоединили к этому дню. Одновременно не было святок. Святки от крещения, от Рождества Христа до крещения, святки тут сочельник придумали. Этого ничего не было. Один праздник был, не считая Пасхи. Пасхи – это праздник праздников. Ну и что? Они не отмечали ни покрова. Да никто, даже греки покрова этого не знают. У нас настолько мы любим праздник. Мы любим праздновать. Праздновать, то есть ничего не делать. И вот этот день отличается от других тем, что дрогнула Вселенная. Тысячи и тысячи проповедников пошли. Женщины говорят, а это Христос вышел на проповедь всемирную. А дальше-то пошли люди. Он уже им говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари. А эта тварь это сколько? Вот этот день начало его с богоявления тоже непонятно. Крещение Христа. Ну что крещение-то? Ну крестился. Что за этим событием-то? Ничего и нету. Вода побежала вспять. Никуда она не побежала. Все это образное апоризма. Гиперболические выражения. Главное, что Христос ему исполнилось 30 лет и он вышел на проповедь. Вот сейчас сегодня мне скинули материалы. Вчера там было заседание и Головина отца Владимира сняли с сан. Назад они не вернут никогда. Это не такое дело. Они считают, что утверждено на небе это. Он не священник теперь. Он не может ни благословлять, ни со священниками стоять. Но его никто не отнял благовестие. Вот он виноват. Виноват крепко. Допустим, его поймали на воровстве. Или его поймали на блудодеянии. Но любого священника, не этого. Его извергать надо из сана. Канун гласит, его извергли. Его извергли в два часа. А он на утро может детей причащаться. А если мирянин, семь лет минимум не может причащаться. Семь лет. А как так? Отдала наказание. Семь лет пройдет, ты все равно вернешься и опять будешь. А он в свой чин, чин священский уже никогда не вернется. А у них сколько ошибок-то? Их рукополагает до 30 лет. Он незаконный, написано, его извергнуть надо. И те, которые его извергали, они извержены все. До одного. Или крещены неправильно, или сами крестили неправильно. Они взяли только то, что им понравилось. А что они не берут апостольское сороковое пятьдесятое правило? Почему не берут шестого вселенского собора четырнадцать-пятнадцать правило о возрасте? Ну, не в этом дело. Но его запретили. Так, пищались или нет? Ну, я не знаю, как другие, но я молился каждый день и каждую ночь он в моих молитвах. Даже этого Грозовского осудили, отца Глеба, то я каждый день о нем молюсь и только повторяю Господь, не дай ему погибнуть, не дай ему погибнуть, чтобы он не отчаялся. Я сейчас закончить хочу. Минутку. Вот в этом вся суть. начало евангельской проповеди по всему миру. Крещение Христа, ну, в воду там зашел, вышел, мы ничего не понимаем. Ему не надо было креститься Христу, а он показал пример исполнить всякую правду. И получите, креститесь и получите прощение грехов. У него нет грехов, ему не нужно было крещение-то. Он просто показал пример. Это понятно. Какой праздник? Благовестие начала. Аллах. Вот здесь как раз впереди разбирали Дух Святой, крещение Духом Святым. Вот как только мы выйдем, я очень прошу вас, пока не поздно, перекачайте себе две проповеди отца Геннадия Паста про Таирея. Что такое крещение Духом Святым? Сегодня из священников мало кто знает и перекачай, пока его не убрали. Если они отца Владимира так это толкнули, поглотили, то началось с чего? Со свидетелей Иеговы. Так последствия они и нас начнут сшибать. Но молитва наша опрокинет их всех, если мы будем достоверно молиться. Истинно так. Так вот, сегодня наш главный праздник. Идем ли мы на благовестие? Проповедуем ли мы Евангелие всей твари? Какая наша радость? При обретении душ больше радости нет, Иоанн Богослов говорит. Как слышать, что дети мои ходят в истине? А когда в истине? Когда обратились, когда крещение получили, рождение свыше и водительство Духом Божьим. Это стояние в истине, в истине православной церкви, вселенской церкви. Нам не нужны толкования разных бакмелдеров, кригеров. Это все эритики. У нас есть свое толкование. 12 томов Иоанна Златоуса, которые сегодня продаются свободно в одном комплекте. Если кому непонятно, скиньте, я вам дам. Это в общей доставкой где-то 9 тысяч. 12 томов. Это недорого. И это новое. Ну, правда, бумага такая слабее. Еще неправильно? 8 тысяч. 8 тысяч. Это до нас. Ну, до нас. Приобретите. И толкования вам другого не надо будет, не считая блаженного эпилакта, потому что часть трудов Златоуста потеряны, и только две книги случайно дошли. Уже, ну вот, в прошлом веке дошли. Исаия, и на бытие толкования. Одну нашли где-то у Халдеев, а другую армян. А было 10 томов, сейчас 12. Так вот, это благовестие. Взирайте на кончину их и подражайте вере их, которые проповедовали вам Евангелие. Их поминайте, а не Матронушек. Матронушку напоминаешь, что она, проповедница, что ли, была? Писание говорит, 13 глава, 7 стих, послание к евреям. Заучите наизусть. Что интересно, Дмитрий Ростовский написал вот эти 12 томов, жития святых. И эпиграф взял именно этот стих. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирай на кончину жизни их, подражайте вере их. Все, в этом все. Где бы что ни было, нет радости, тоска, иди на благовестие, там ты развеешься. Иди на благовестие, это день крещения, Бог открыл путь. Не пошли. Ну посмотрите, как распространяют мусульмане. Мне сегодня мусульманин это и говорит. Ну как так, хришнаиты там разные идут по всему миру, почему православные никуда не идут? Они стали все как старообрядцы. Лежало до нас тысячу лет, пусть дальше лежит. Любви-то нет к людям. А ты хотел бы уверовать, но люби ближе, как самого себя, а другой как уверовать? Вера отслышания, отслышания от слова Божия, и как проповедовать, если они будут посланы. Пошли меня, Господи, как Исаия сказал. Исаия, Бог сказал. Он выскочен я, а Господь говорит, уста нечистая. Что, он матерился или что? Нет, проповедь освещает уста. Да не отходит книга сей от уст твоих. Считать надо вслух уста, а не глаза. Это всё в крещении Христа. Начало всемирной евангельской проповеди. Теперь задай вопрос, а какое я отношение к этому имею? Какое это отношение ко мне имеет? И кого я привел к этому празднику настоящему? Соединенному в Первой Церкви с Рождеством? Вот это у тебя будут не просто знания голословные, а ты будешь радоваться и плыть в этой благодати. О чём Серафим Саровский говорил, у него в котомке всегда евангелие лежало, ты так учи, чтобы ум твой плавал в евангелии. То есть где бы ни взялся, ты сразу к нужному берегу. Я вот сегодня может выставлю ролики, ну очень интересная была сейчас 40 минут с мусульманским юношей. Очень интересно. и вот на цыгана выставил и на цыгане другие пришли цыгане. Так он, я ему говорил, он чуть со стула не упал. Смеялся всё. Ну вот, небольшая вставка к тому, это крещение Господне и переходит на всемирную проповедь с этого дня. Всё! И никуда, ни шагу. И на исповедь священники должны были спрашивать, ходила на исповедь или нет. Вот этого нападают на отца Андрея, то он там не хочет разбираться, она забыла, то другое. Я не беру это, но самое главное это, чтобы проповедовали. А у него там Слово Божие, это не дождёшься где. Больше всех упоминает о Библии, когда говорит, это отец Олег Стеняев даст ему Бог здоровья и своё жилище, у него дома нету. Благослови его, Господи. Вот это всё, я отошёл. Кто хотел задать вопрос, руку поднимал, давайте. А я не хотел сказать, я хотел уточнение сделать, что император Юстиниан Великий в 542 году установил указом своим праздник Стретения Господня. А до этого в 3, 4 и 5 веках указание на праздник есть в сочинениях отцов церкви. Как раз у Дмитрия Ростовского вчера читал. Благодарим. Продолжаем чтение. Родившись от Духа Святого, Христос теперь получает помазание Духа на служение. Евангелие от Луки 4, глава 18 стих. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». И Деяние 10, 38. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Да, помазание, да, не помазание, помазание. Так, и 19 глава 2 стих. «Сказал им, приняли ли вы Духа Святого у веровав? А они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святынь. Может ли Божий слуга обойтись без этого и теперь?» Вопрос. Пожалуйста, вам слово отвечайте. Не слышно. «Сейчас слышно?» «Да». Я хотел ответить. Я говорю, нет, не может обойтись христианин без Духа Святого, потому что с Духом Святым есть именно водительство. И человек уже, как бы, Дух Святой ему подсказывает, как ему действовать в той или иной ситуации, и на автомате уже человек держится в этой благодати. А если нет Духа Святого, он поступает автоматически, может быть, даже по-плоцки. То есть не может обойтись. Это моё мнение. Это свидетельствует Писание. «Но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли». Деяние 1.8. «Кто Духа Божия не имеет, тот и не его». Апостол говорит. «Ну, на этом мы всё уже сегодня вы повторяетесь. Уже всё это было проговорено, и всё. То есть на этот вопрос мы уже ответили». «Вначале там брат говорил, он добавил в конце, «Это моё мнение». Вот, может быть, нам не стоит вообще наше мнение высказывать, а только святых отцов цитировать и Библию, чтобы не было тут шатаний никаких». Мало ли какое ваше мнение. Может быть, вы против говорите церкви? Аминь. Ну, у нас тут ничего страшного, мы поправим. Тут Бога высокодуховный мужик есть, поправят. Главное, чтобы человек был активный и хуже будет, когда человек будет сидеть, ничего не понимать. И пусть он лучше скажет своё мнение. Мы его, если нужно, опровергнем, а почему бы и нет, должно быть между вами разделением. То есть, это вполне может быть. Ну, и... Да, ну, ничего страшного уже не сказал этот, то есть, ничего не навязывал, ничего. Тут ничего страшного, что есть Дух Святой, нормально, а если нету Святого Духа, то по-человечески. Ну, человек сам по себе просто поступает. Ну, то есть, значит, я выразил, извините, прошу прощения, я выразил свою мысль, точнее, своими словами мысль, которая, в принципе, описана в Новом Завете, в Евангелии, только своими словами. Не моё мнение, а мнение, ну, как бы, новозаветнее, только своими словами. Ну, он правильно сказал. Да, да, братик, всё нормально, всё нормально, не, просто был же вопрос, там, если со Святым Духом, то хорошо, ну, а если Святого Духа нету, ну, то это просто по-человечески, по-людски поступает сам. Ну, сам, не знаю, куда можно дойти самому. Вот, значит, давайте ещё раз уточним себе. Вот, смотрите, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовав, то есть, люди верующие, то есть, верующие во что? У Иисуса Христа, как Бога. Наверное, об этой вере говорится, да? А они же сказали, вы бы даже не слыхали, есть ли Дух Святый. Ну, и вот вопрос. Может ли Божий слуга обойтись без этого? Разобрали, что нет, не может. То есть, человек верующий, может быть, он верит в Иисуса Христа, как в Бога, ходит в храм, исповедуется, причащается, там, соборуется, во всех тайностях участвует, даже добрые дела, даже делает, там. Но водительства Духа Святого нет, рождения свыше нет. Это нужно признать. И каждый себе должен вопрос задать, а я родился свыше, или нет. Когда, как это произошло. Есть люди, которые соединяются, которые называют дату, часы, время, они знают о себе, что они родились. И другой спрашивает, а я родился свыше? Ну, если ты такой вопрос задаешь, что живого от мертвого можешь отличить? Ну, любой скажет, может, там, мертвый он лежит, не шевелится, холодный труп, не дышит, не ходит, не смотрит. Также, и рожденный от Бога, от нерожденного тоже отличается. Духовно мертвый, духовно живой, они, духовно рассуждают все о духовном, то есть, он уже, вот это плоское, все временное, он на нем не останавливается, то есть, он уже все расстался с этой жизнью. Он продолжает жить на земле, но все мысли направлены в гордину. Дух Святой его ведет, как поступать в той или иной ситуации. Вопрос можно? Да. А вот как так тут написано, что мы даже не слыхали, что такое Дух Святый, когда до этого, например, говорит, когда же поведут предавать вас, не заботитесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. То есть, откуда в деяниях возникает вот эта фраза, что мы даже не слышали, не слыхали, есть ли Дух Святой. Это ж, наверное, после того, когда уже люди получили Духа Святого, и уже имеется в виду пустые. Нет, нет, до, наоборот, до, до, они же еще не получили. Значит, ошибся. Извините. Вот у меня тоже был вопрос. Знали ли евреи о Духе Святом? То есть, разделяли ли они, что вот Бог есть и еще лицо Святого Духа? То есть, апостолы об этом знали или только уже во время Пятидесятницы узнали? Хотя им вот, как сейчас брат сказал, им было указано еще до Пятидесятницы на Духа Святого. Правильно. Им, он говорил, но они же еще недопонимали. То есть, еще было закрыто. А потом же, как сошел Святой Дух, то, что все открылось им. Начали они все понимать. И потом же, это же и к евреям. Они же, как начали говорить на других языках. И тоже, и для людей же начали открываться. Ну, и Святой Дух начал же на них сходить. Кто там этот уверовал. Мы в Тропаре к отречению поем. В Айордане крещаемся Тебе, Господи. Троическое явися поклонение. То есть, тут явление и Троица происходит. Так получается? Вот Роман задал вопрос. Люди Ветхого Завета до Христа имели ли представление о Святом Духе? Нет, они не имели представления. Они поступали, наверное, скорее всего, по своей совести, по вере внутренней и по совести. Да, в Ветхом Завете с ними Господь разговаривал. То есть, даже, мало того, и даже являлся, приходил к ним. Там не было Святого Духа, а даже лучший Святого Духа, даже Бог с ними разговаривал. Отвечал им, все открыто говорил. Именно в Ветхом Завете, скорее всего, через пророков, ну, не сразу же пророки, правильно, пришли, но в основном же через пророков Бог обращал. Не всегда к этому же Аврааму, не через пророков он же пришел, так же пришел. Аврааму напрямую, получается, потому что он уверен, веровал, как я понимаю, да? Ну, да, Яков тоже, мало того, что все барюкался с ним. Так, Игнать Тихонич, вопрос, мне кажется, неправду, сказали. Имели ли люди Ветхого Завета представление о Духе Святом? Говорится, если о нем в Библии Ветхого Завета? Я, да, считаю. В самом главном псалме прямо об этом говорится, 50-й псалом. 13-й стих. 13-й стих вот уже сбоку подсказывает. Он сделал два смертных греха, прелюбодеяние и убийство хозяина. А молится и говорит, и Духа Твоего Святого не отними от меня. А чего не отнимать из него нет-то? А он об этом скорбит и плащет. Накажи как угодно меня, но Духа Святого не отними от меня. И вывод такой отсюда Златоуст сделает, что Дух Святой не был отнят, потому что он был избранник и ему было известно. Господь говорит в 88-м псалме, что если вы отступите, я вас без наказания не оставлю, накажу казнями разными, но обетование исполнится. Это избрание будет на вас. К нам это не относится. Это относится к обетованию данному богоизбранному еврейскому народу. Значит, Дух Святой был, ну как же, Дух Святой нашел на Саула, Дух Святой нашел, и он лежал раздетый до вечера проповедовал. А там, когда к Моисею прибежали, говорит, а там встань и начали другие, уже Дух Пророческий сошел на них. Мы запретили, он говорит, не делать, если бы все до одного стали проповедовать. Вы, говорит, не обо мне ревнуете. Это Илдат и Молдат когда пришли. Значит, люди получали, но в какой мере и для какой цели. Вот Господь сказал, сидите и ждите обетованного Духа Святого. Несомненно, надо сидеть и ждать. И тут же Донал и говорит, примите Духа Святого. Евангелие Тайна, 20 глава. Так, они что, пятидесятницу получили, а он сказал, примите, кому простить и проститься. То есть, он дал силой Духа Святого только прощать грехи пока, чтобы человек не умер без наставления, без прощения. А сила Духа не была на них на проповедь. Они сидели и ждали. И как только в полноте исполнилось, теперь им даны языки. Исповедовать языки не надо. Языки нужны, потому что пошли другим народом. А с другим народом говорить, если ты не знаешь язык, так много не наговоришь. Вот такой ответ. Дух Святой был, но в какой мере. Вот мы посмотрели на одном примере и увидели, на что-то дано. если зашел Дух Святой на Самсона и он разорвал оковы, столпы сдвинул, а то Дух Святой делал за него. Но в Ветхом Завете только до какой-то степени. Господь, говорит, ищет поклонников в Духе Истине, в Духе с маленькой буквы, то есть духовно. А что в Ветхом Завете не было в Духе Истине? В Духе было, а в Истине нет. А почему? Образы. А это были образы для нас. Ягненок был там, а ягненок это не истина, она только указывала на ожидаемого Агнца Божия. Каждый ягненок, а их когда только Соломон в храм освещали, представьте себе, ну быка видели, бык, а там-то они здоровые в Иерусалиме. 22 тысячи быков. А ни один комбинат не справится, мясокомбинат. Явещик сразу закололи, 120 тысяч в жертву. Как пишет Павел Плоренский, славохарактер, ему там делать было нечего. Священники по щиколотку ходили в крови. Это все смывалось с виордан, уносилось на поля. Это глубокое, глубокое было понимание. Все это указано на кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Все. Значит, был, отошел. А почему они сказали не знаем о таком? Ну, раз сказали, мы не можем повергать, не знали. Они не знали. Речь шла о тех, которые отвечали. Потому что к ним еще не приходили апостолы. А Фома, этот, Филипп, который был, это был диакон из числа семи. А через его руки не сходило. Так а при чем тут руки? Главное, он утрот. баптисты говорят другие. Писание так говорит, и возложили руки на них, и они пошли на проповедь. Они так это вольности позволяют себе. Так, Сережа, второй час идет. Пожалуйста, давайте вопросы. Игнатий Тихонович, у меня к вам вопрос. Вот на прошлом занятии вы не благословили Надежду Васильевну говорить. А мы же тоже женщины, и у нас есть мужья. Должны ли мы у них просить благословления, чтобы говорить здесь, или помалкивать? Меня этот вопрос беспокоит. А у кого вы будете брать разрешение? Ну, мужа. Где они? Какие они? Покажите нам их. Ну, нет, никакие они. Ну, значит, равняться не на кого. Поэтому вы участвуйте. Заняла капитру мужа, тебе это положено по чину. А у нее, у моей Надежды Васильевны, я есть здесь. Зачем мне нужно? Она будет учить. А учить жене не позволяя не властвовать над мужем. Она будет иметь намерение уже сразу же пересесть в другую кошелку. Понятно. Спаси Христос. Слава Христу. Вы на капитре стоите. Вам дано. Ваши мужья оказались в сторонке. Понятно. Ну, что? Давайте, что там у вас? Я хотел дальше сказать, если не будете говорить еще немножко пояснить о отце Владимире Головине. Хотите или нет? Да. Да. Ну, дело в том, что у нас очень хорошее отношение. Там даже два ролика, если она обо мне говорит так возвышенно, и я того и не достоин. Ну, он думал приехать по Теряевку. Ну, вот в чем суть дела-то. Я не знаю всей подробности, как у него в эти дни были-то, но я говорил сразу, что надо нащупать грань, где бы, чтобы не было никакого нарушения, что предписала епископия ему, епархия. Он нарушил. В чем он нарушил? Я не знаю, но я всегда придерживаюсь тактики соблюдать то, что Высший сказал. Вот наш епископ Ифтихий был, Курочкин, а мы за русский язык. И у меня вот это к истину православия, а там по одной теме я выпускал листики такие, вкладыши в газету, а потом все это вошло в книгу. И там есть три такие вот. Первое это о благовестии, что все должны идти на проповедь, он это не принял никак, о слове, то есть должно быть на русском понятном языке. И я говорю Вам любите врагов Ваших, то есть нам не нужно воевать, а надо молиться. Он по всем трем пунктам, по этим материалам навалился на нас, батюшку запретить служение, а меня отучить от церкви. Я сразу всех предупредил, если только он решится на это отучить меня, я буду стоять в коридоре все время. Но он не может мне запретить в университетах вести занятия, где я вел. Он никакой власти не имеет надо мной в радиорубке. Я три радиопрограммы вел по телевидению. Он не имеет власти, когда я в воинских частях проповедую, в прокуратуре, в судах, везде, в храме. Тут он властен надо мной, а там мне не властен. Там властен надо мной силовые структуры. Но он не решился на это, дальше не пошел. Погрозил, и Бог его удержал. А мы молились. Он против прусского языка. А как-то отец таким приехал туда, это, кажется, в Омске было-то. Архиерейд наш, епископ-то. И в тихий один молится, а священники на скамейках сидят, разговаривают. Он говорит, а что случилось? Почему же вы не молитесь-то? Ну, что-то такое там было. Они во время богослужения чуть ли не отпевали кого-то. Так наш-то архиерей что утворил-то? А что же он такое сделал? Так он все это моление переводит на русский язык. Он нас гнал за это, а мы ничего не делали, мы молились. И он нам назначил эпитемию три года, чтобы нигде об этом не разговаривали. Об языке. Мы отрапортовали. отрапортовали как положено. И все. Слушаю, исполняю. Слушаю. И три года до 23 мая мы молчали. Нигде ни разу не выступили. А нас подзуживали другие. Что вы замолкли? Вы же за русский язык были. Тут борьба идет, помогите. Ни разу нигде никак. Почему? Архиерей сказал, я уважаю его и боюсь. Это нормальное состояние. Я должен бояться высших стоящих. Ну вот кончилось 23-го и ничего нет. Мы сразу же начали на русском. И он понял, дальше идти нельзя. Он не имеет права накладывать эпитемию, повышать ее, когда мы ничего не нарушили. Бог не лишил его здравомыслия. Вот я говорю сейчас об отце. Я не знаю, что там было. Может по-другому нельзя. Они вроде хотели, чтобы он закрыл свои ресурсы. А зачем закрывать? Сказали, ты никого не благословляй, не надевай одежду там священническую. Богослужение, литургию не видел. Он не нарушил. А вот дальше я не знаю, что там у них было. Но если только они побуждали, чтобы он закрыл ресурсы, они на это не имеют права. Он отошел, я этого не делаю. И весь сказ. Сегодня, если в интернете, а раньше было так, услышали, ну я уже отошел от этого дела. Ну люди, слушай о вас, а дальше воюют. Ну что ж воюют-то? Ну что теперь, убейте меня, вы, чтобы я... Это все равно ничего не изменит. Вот так. Надо поднять, посмотреть, потому что, насколько я понял, ему не благословили действительно продолжать проповедь, а он все равно ролики выпускает и выпускает, выпускает и выпускает. Я не могу, обороните, чтобы меня неправильно подняли. Я не знаю, какой запрет был на ролике. А если бы мне, если бы мне были, я бы передал другому, Володя делал, а я бы отошел. Я бы даже не прикоснулся. Что, так боитесь? Это мне положено по чину. Я щтец, мирянин считай. Простец. А сейчас, я об этом писал и говорил, но напрямую связи у меня не было. У него скайпа нету. Мне даже удивительно, такие люди, около него умницы работают, со скайпа нету. Жена его на меня вышла и сказала, Ирина, теперь дальше что? Если только, он теперь как мирянин. Ему можно причащаться, ему можно все, но если что-то какие-то там сказано, дальше, вот, что там ему, я же не знаю, что дальше-то требует-то. Выполнимое или невыполнимое. Если он дальше пойдет, дальше он будет отлучен от церкви. А если дальше пойдет, они его предадут анафеме. А должны они делать, они за это ответят. Я просто говорю, как это есть. Я сразу сказал, оповестил епископа, если пойдет на меня запрещение, то есть, ну, запрещение, то я сразу выйду в коридор. А я и так в коридоре все время стою. Мне и уходить-то, можно сказать, никуда не надо. И Господь, видя наше смирение, хотя меня все время упрекают, вы несмиренные, ну, в вашем понимании так, а в моем так, сказал архиерей, я отрапортовал, и все. Слушай, если повинуюсь. Все. И вот здесь еще, что у него, я не знаю. Надо тщательно посмотреть, чтобы дальше давления не было. На какой срок эпитемия? Бессрочно она не может быть. Вот говорят, десятину давать. Как давать? Кому? Если в церкви нет продажи. А если не торгуют, им не надо ничего давать. Я тебе на нищих отдай, но десятину ты должен отдать. А если не торгуют, да за таинство берут. Это симония, предательство, смертный грех. Ты от них даже отойди. Ну, надо же благоразумно поступать. Тут о симонии на днях в нашем сообществе кто-то скинул такой материал. Хороший материал. Я не знаю, кто там автор. Какой-то священник вроде бы. Ну, то, что мы говорили, это есть. Так что, вот так. Я еще раз напомню, что в Ветхом Завете поклонялись в духе, духовно. Но не в истине, потому что есть история. Можно, подразумевать, под мукой? Игнатий Тихонович, получается, если значит, вам дали запрет говорить на русском языке, то вы не могли даже говорить и в институтах, университетах тоже об этом вопросе? Нет, только в церкви, там и переписки где-то. А там я что говорить? Там я никому не подчиняюсь. Благословляйтесь. Так а вы, когда ездите на... Благословляйтесь. Я благословляюсь, чтобы он был участник дела. А мне не надо благословения их. Я пошел на пропоть, у меня Христос благословил Дух Святой. Зачем я ему к ней пойду-то? Но я все равно подойду и скажу от опасности, чтобы на меня не напали. Чтобы не украли дорога ничего. А на пропоть это Дух Святой через меня будет говорить. Но когда не думать, о чем будут, когда вызовут, это надо понять. Вот я сидел в суде и когда узнал, какие мне предъявляются обвинения, мне на руки выдали, что я подготовился. Я начал готовиться. Я тщательно подготавливался. А у меня 32 свидетеля было. 32 в разных краях Советского Союза. 32 человека. Какие они давали показания и какие я вопросы могу задать. А мне-то финансовый вопрос, что я пленки-то распространял, продавал, да наживался. Но когда дело-то дошло, все свидетели прошли. И Украина, и Молдавия, там не знаю, кого только не было, где только не было-то. И оказалось, что ни один человек ни копейки не платил за стоимость чистых пленок. И только в последнее время пленка это 8 часов 20 минут. Ну, она на сотню рублей тянула, наверное, по мерзким-то меркам-то. А у меня его же привозили. Деньги я плачу еще за перевоз. 8, это 20 было. Нет, или 6, 20. Я сделал до 7, то есть эти копейки, чтобы хоть как-то, хоть чуть-чуть придержать. Столько денег шло, там головки часто стираются, то другое надо. И все, я этот, платы-то этим брать. То есть это никак не перекрывало. И статья, предъявленная мне, она, как говорится, сдохла. Ее в суде почти не... Все, ее аннулировали. А то, что я распространял заведомо ложное измышление, заведомо для меня, то есть я заранее знал, что никто не расстреливал, не раскулачивали, а я говорил, статья-то хорошая. Но они говорят, нет, вы верили, что этого не было. Как же не было, когда было? У нас люди живые есть, которые это испытали. А когда я вернулся, а там кандидаты наук, у меня 12 кандидатов наук на мне было задействовано. Я пошел к ним, нашел, в каком университете преподают. Я говорю, Надежда Ивановна, вот, вы говорили, что не было, раскулачивали. Она говорит, было, у меня деда раскулачивали. А как же вы на суде говорили, что не было? Ну, говорила, вот, нам сказали, сказать, мы сказали. Видишь как? Надо на Бога надеяться. Еще же это вы так. Эксперты считались. А какие вы эксперты-то, когда неправду защищали? Вот так. И в любом деле, везде думают так, в духе это или нет. Вот любое слово. Сегодня пришел мусульманин. Мы половину нашего разговора считали только Библию. А если это придет, кого-то священники много выступают, много говорят, да быстро, он ни разу Библию в руки не берет. Моя задача его привязать к Слову Божию. Вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Он первый раз на меня вышел. 21 год ему. Но я не знаю, это Господь делает так. У него знания довольно основательные есть. И по всему он уже христианин. по смыслу. И не боится никого. Я говорю, ваши-то соратники узнают, так они режут людей таких-то. Ну вот так. Это явитесь никого? То есть Владимир Головин правильно поступил, что продолжал проповедовать через интернет, несмотря на то, что ему запретили? Я не знаю. Повторяю, что он там писал, что запрещено было. Я не могу отвечать. Если бы мне сказали, вот сколько там, с лета, полгода не проповедовать-то. И именно в эфире не проповедовать. А как они так? То ли проповедуют, то ли что. У меня было такое. Отец Дмитрий Дудков, он как, я попросился быть его духовным чадом, а только так. Это фиксия одна. С первого же дня мы увидели, как далеки друг от друга. Он мне эпитемию наложил. Я встаю в 4.40, он говорит, нет, лежи до 6. И я лежал, и хлопал глазами, и не вставал. Вот так и эпитемию дают. Но я выполнил это все, мне это не помешало. Старого быка, еще больше бьют, шкура толще. Игнать Тихонович, а по Иоанну Златоусту, вот я, например, боюсь покупать, собрание сочинений, 12 томов, которые Иксмой издавала. Тут вот Иксмой есть 12 томов, а есть, сейчас, издательство, сестричество во имя святителя Игнатия Ставропольского. Вот, а больше я не вижу тут собрание сочинений. Я тоже хотел купить себя, но Иксмой я не доверяю. Нет, это Златоуста, творение, и она Златоуста так и называется. Мы уже посмотрели. Ролик Володя составил, сегодня я его выставил. Володя считает, подойди, Володя. Нет, он говорит об издательстве, кто издал именно Златоуста. Иксмой, ему, он не доверяет ему. Ну, вон как, но про это я неправильно ответил, не знаю я по издательству. Володя проверил, у него все тут сходится. Вот у меня бывает по интернету, Библия, какая она, кем вы издана, я на скидку говорю, ты считай в одном месте один издательства, в другом третьем. Если три места прочитал, я уже говорю, это синодальный перевод. Это не Костянов перевод. Вот он подошел. А именно 12 томов у вас или толкование просто на Евангелие? Какой в руках у него? Это один том. 12 томов у меня, да. Ну, считай еще. Ну, издательство, этот, Эксмо, издательство Эксмо. Ну, а если издательство и пишет, и издает, им зачем менять-то? Что-то там перевирать-то? Это же репринтное издание. Ну, да, но это просто мирские, понимаете? Вот, например, у меня Библия репринтная, а ее переиздал там какой-нибудь Киево-Печерская Лавра Почаевская или, например, Оптина Пустыни сдает. У них ответственность больше. Я вот к чему говорю. Нет, так я-то тоже заказал в этом, в православном магазине интернет. В Сретине называется. Это православный этот, как он, монастырь. Да, да, я знаю, я хожу туда, у меня он прям под боком. Я знаю, о чем речь. Ну, просто уточнить вот. У меня бумага там все описано, откуда пришло все, то есть, Игнать Тихонович, еще вопрос короткий, если ни у кого нету. я вот тут читал второзаконие, 31 глава, 9-13 стихи. И там Моисей Господь им повелел записать повеление и читать это перед всем народом и всем, кто приходит, чтобы они знали. То есть, получается, что благовесть, про благовестие сказано еще во второзаконии даже. Я так понял. там слово благовестие есть? Благовестие нет, но там написано собери народ, мужей, жены, детей твоих и пришлицев, которые будут в жилищах и так далее, чтобы они слушали и учились, чтобы боялись Господа Бога вашего и старались исполнять все слова закона сего. Вот так там. Это не благовестие. Благовестье это благая вещь, что Христос умер, спасение дает даром. А там именно, чтобы знали закон. Ян Златоуст прямо четко говорит, ты не считаешь книгу и не знаешь закона. А не зная закон и его заповеди, ты их нарушаешь. А нарушает ты погибаешь. И все потому, что ты не считаешь. Все понятно, да, разница понятна. Да. Пока не разошлись, Николай Астахов, тут? Тут, тут. Ну ты бери наши, смотри, мы думаем, что там нету плохих слов-то, ставим-то. А там есть, ну где-то подправь маленько или как там, подрежь, и потом перешли, снова надо как-то закачать или что? Да, я уже сижу, делаю, делаю. Вы просто не было уже присылали. Я иногда один записываю, один. А я же не слышу, что он сказал-то. Тем более, я молюсь, отстаю. Да еще сейчас псалтырь считаю. Мы маленько меняем репертуар. Если есть возможность, вы мне сперва сбрасывайте, прежде чем выставлять, потому что я скачиваю, перекачиваю, смотрю, там не всегда успеваю. А как я вам сброшу-то? Как? У меня все равно их надо закачать. Ну, не на YouTube закачивайте, например, а куда-нибудь там на обменник я вам пришлю, куда можно закачивать. Нет, я только сюда. Чуть-чуть, я хотя бы такую поставлю. Я не люблю никуда ходить, вообще не хожу. Своим делом занимаюсь, услышал, там прослушал, где-то кто-то прислал, посмотрел и все. Вот сегодня мне прислали два или три материала про этого Синицки, который на меня нападает, там ролики делает-то. Он нанятый, это масоны делать, я вам скинул. Ну, значит, вот куда мы вышли, на какой высокий уровень. Там ссылок на документы нет, что плохо. Все перепроверять надо. Там на документы ссылок нет, надо документы смотреть. Но, тем не менее, информацию, да, я видел. Ну, я знаю, тут он на лагерь нападает, его даже, говорят, смотреть на него тошно. Он все избращает. А ему сегодня скинули, ты посчитай, что Соломон говорит, наказывая Розга, и он не умрет, чтобы сделать из него человека. А это нет, вот психический надлом. Ну, задание дали-то. Их там целая команда работает. А одному это не просмотреть ему. у меня 475, кажется, роликов про лагерь. Ну, где просмотришь-то их? У меня 14 160 роликов. Ну, что? Ясное дело, что не один человек работает. Они разбивают по группам, выискивают, вырезают и ему дают. А ему разницы нет, кто. Потому что это моя специальность такая. Аборты делать. Я говорю, у меня такая специальность. Но он натолкнулся, он никогда этого не был-то. Натолкнулся. Я-то его в молитвах теперь поминаю всё время. Он-то ещё не понимает, куда он ввязался. Он занимается рекламой. А вот знаете, когда венщают сейчас, венщания идут. Венцы на голову не надевают, а там невесты, и за женихом парень идут и над головами держат. Но венщания-то нету. Венцы, это когда надете на голову. Но в этом смысл есть. А смысл такой. Венец это награда за то, что сохранили девственность. А девственность сохраняет и мужчина, и женщина. Ну, с парень и девушка-то. А раз не надевают, отсюда делаем вывод. Это два блудника сходятся, поэтому им венцы не положено. Вот весь ответ пришёл. Блудное венчание. Ну, ещё если ничего нету, Сергей, пора уже на молитву. Помолимся. Достойно есть якого истину, Блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения Серафим, Безыстыния Бога Слово Родшую, Сущую Богородицу Тя величая. Молитесь и гнаете. Господи, слава Тебе за этот благоприятный, Многому научающий вечер. Слава Тебе. Благодарю Тебя за суды правды Твоей, За друзей и за врагов, За гонителей и помощников, За здоровье и за болезни. Ибо всё это от Тебя, И всё окажется на пользу в своё время. Благослови врагов, И судный день не помяни их безумия И лжи безудержной. Не дай им погибнуть. Пошли им в разумление. Наставь на путь истины. Тебе, Господи, слава и хвала За всё, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. 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 Спаси Христос. Продолжение следует...